Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Pocket Ends, а именно симулятор муравьиной колонии. Как вы помните, в предыдущей серии мы потеряли почти всю свою армию из-за моего тупого решения пойти в PvP-шку, поэтому сегодня, я надеюсь, мы её восстановим. И я, естественно, почитал ваши комментарии, спасибо большое за советы, дорогие друзья. Знаешь, о, новое существо обнаружено поблизости, супер. Знаю, что многие из вас играют в эту игру, и многие могут дать мне реально крутые и полезные советы, спасибо. Всего рабочих 20. Так, ресурсы исчерпаны, найдите новые, всё ясно, всё ясно. Свободных у меня нету всё равно, поэтому ничего сделать я сейчас с этим не могу. Пойдёмте, найдём новые ресурсы, наверное, это самое главное сейчас. Так, что у нас по квестам? Ой. Это что такое было сейчас? Ладно, это, наверное, был какой-то баг, я так понимаю. 25 листков, кстати, not bad. У нас, в принципе, есть зёрнышки, я просто сейчас хочу сразу посмотреть, может быть, я могу что-нибудь проапгрейдить. Это не могу, это не могу. 75 нам нужно, чтобы комнату королевы качнуть. О, мы можем ясли качнуть, к 100. 5 минут это займёт. А давайте сделаем это, почему бы и нет. 75, 75 сюда, ну и как бы 25 сюда, но это всё сейчас просто Unreal сделать, поэтому давайте посмотрим, что у нас там на поверхности. Ага, вот о чём мне говорили ребята в комментариях, что можно здесь... Да, я вижу паука. Вижу, кстати... Хм, это свободный муравейник? Стоп, стоп, стоп. Интересно, интересно, как это работает. А что за свободный муравейничек? Давайте сразу же поставим себе листочки как источник ресурсов, чтобы наши ребята уже могли их, соответственно, собирать. Угу. Рабочие, уважаемые рабочие, готовьтесь собирать листочки. Всё у нас здесь вроде бы nice. Так, и давайте посмотрим, что по армии. У нас, да, 15 стоит 1 солдат, поэтому дороговатенько, конечно, немало-немало, но как бы потихоньку надо. Слушайте, я бы, наверное, даже побольше грибов бы сейчас делал. Но у меня листков мало. Блин, ну у меня всё, вот прям, всё вот нужно нафармить, потому что иначе... Ой. Ой. А чё это такое? Почему я... Я, кажется, немного застрял. Давайте, ладно, попробуем собрать. Может, это меня отвиснет немножко. Так. О, всё, отвисло. Так, я хочу сейчас отнести это обратно в свой дом и посмотреть, чё там с муравейником. Я хочу попробовать захватить его, если это возможно. У меня, правда, армия сейчас рил прям совсем-совсем слабенько. Но, может быть, мы, как бы, всё-таки сможем что-либо сделать. Так, супер, хорошо. Кладём сюда. Всё время я иногда забываю, если честно. Рабочие атакованы! Так, бросаем. И побежали смотреть, чё там такое. Рабочие атакованы, но они вроде бы... Не, слушайте, ну вроде всё норм. Я вижу, что там есть какой-то... Ну, точнее, был какой-то замес. Да, у нас тут грохнули ребяток. Эх, блин, вот ненавижу я этих чуваков, которые это всё устраивают. Но пока что ничего сделать не могу. У нас тупо нечем дать сдачи на данный момент. Есть паук, я это вижу. Но я, наверное, сейчас пойду, просто посмотрю, что у нас там за новый муравейник. Может быть, мы сможем что-то с ним придумать. Так, у нас рабочие, по идее, сейчас новые будут появляться. Потому что раз парочка отъехала, значит, можно сейчас покормить королеву. И она сможет... Всего рабочих 18. У нас два рабочих умерло, да. Надеюсь, кто-нибудь там действительно покормит королеву. И мы сможем направить наших чуваков, чтобы... О, кстати, здесь тоже есть листок. Слушайте. А чё за муравейник? Мне вот очень интересно. Ага, постройте камеру нектара, чтобы разблокировать. Угу. Ясно. Значит, соответственно, сейчас я это сделать не могу. Но в будущем, наверное, смогу. Хорошо, листок тоже рядом есть. Мы это сможем всё сделать. Так, ну что, ребят. Есть такое ощущение, что мне нужно включить магию монтажа. Пока у нас немножечко нафармится всего. Потому что не хватает. Сейчас... О, свободный один. Давайте будет тоже помогать носить листики. Нам сейчас нужно побольше листиков. Королева голодна, наверное, её сейчас покормят. Улучшите камеру обработки еды, чтобы создать больше муравьёв. Сейчас я это сделать не могу. Давайте побольше народу отправим лапки. Не собирать. Он прям, уже прям совсем избитый. Но ничего. И мы можем создать ещё одного в армию нашу. Слушайте, ну вот даже, не знаю. Всё вроде бы кажется, что нужно пофармить. А у нас-то с вами вроде, ну, как бы события постоянно какие-то происходят. Даже несмотря на то, что нужен фарм. Всё равно вроде бы... Да. Так, собираем. О, 40! Шик! То, что нужно. Создаём солдат, ребят. Создаём. Максимальное количество яиц сейчас, правда. Это, конечно, не очень хорошо. Но, возможно, мы сможем всё-таки ещё что-нибудь придумать. Так, здесь у нас с вами одна минута осталась. Здесь пока не могу. Вот это я могу, в принципе, попробовать сделать. Камеру хранения листьев. Давайте немножко пофармим, ребят. Вернусь когда? Ну, может быть, по соточку будет. Ну, короче, посмотрим. Давайте я вот сюда сейчас встану. Начинаем фармить. Так, ну что, ребята, мне кажется, хватит уже фармить. Достаточно, так сказать. Давайте насоздаём ещё немножко солдат. 8 солдат у нас получится, да? Ну, как бы для начала, мне кажется, что вполне себе норм. Если мы сейчас получим ещё что-нибудь за достижение... Ай, блин, это орешки или как они там... Ой, 100 листочков, 100 листочков. Давайте попробуем что-нибудь апнуть сейчас. Вот, мы можем камеру обработки еды апнуть. Будет больше муравьёв. Давайте это и сделаем. Я, конечно, понимаю, что у нас тогда сейчас грибочков не получится больше собирать. Но зато в этом тоже есть плюсы. И, кстати, комнату королевы мы тоже можем апнуть, но она будет час качаться. Это жёстко. Но зато солдаты второго уровня тоже как бы довольно неплохой плюс. Ну, в любом случае, мы это уже увидим в следующей серии. Как, например, и камеру рабов я хочу построить сегодня. У нас прям сегодня строительный день. Сейчас какой-нибудь ещё из наших чуваков принесёт орешек. Я положу, точнее, зёрнышко. Я сделаю комнату королевы второго уровня. И мы с вами отправимся уже, наверное, всей нашей бандой бойцов побеждать. Блин, я вот не знаю, победить сначала этого... Кстати, надо рабочих перераспределить. Так, блин, там уже как раз принёс зёрнышко. Давайте улучшим. Шик. И давайте, наверное, перераспределим сейчас. Мне нужно не вот так вот. Я тут немножко по-другому сделал. Мне сейчас нужно, чтобы больше имена приносили листочков. Работайте. Работайте, мои сол... Мои рабы даже лучше сказать, не солдаты. Так, и создаём ещё одного солдата. Это у нас получается девять штук. Всё. Объявляю общий сбор. Собрать. Молодцы, бойцы, молодцы. Ждём последнего нашего товарища. И идём на войну. Думаю, что сначала грохнем паука. А потом всё-таки попробуем поучаствовать в битве. Надеюсь, у нас что-то получится. Такс. Чё... А, кстати, у нас квест ещё какой-то выполнен. Погодите, а. Может быть, это какие-то ништячки. Нам всё-то сейчас привезут ещё. Созда... Ооо, вот за это спасибосики. Вы посмотрите, что мы сейчас сделаем, ребята. Супер. Ой, блин. Это, это круто. Это, это супер круто. Я, я очень рад. Это шикарно. Только, блин, мы можем и камеру хранения листьев тоже построить. Но я всё-таки больше сейчас хочу построить именно камеру рабов. Так, ладно. Думаю, что пока что хватит. Давайте я это закрою, всё. Пока что хватит. Давайте, десять муравьёв. Погнали. Погнали сражаться с тарантулом. Сейчас мы его грохнем по-быстрому. И пойдём уже работать, так сказать. Нам нужно квест выполнить просто сегодня. Так, все здесь, все здесь. Так, погодите. Ну-ка, расчёт. Раз, два, три, четыре. Блин, не бегайте. Раз, два, три. Да я не могу вас посчитать. А, вот ты где. Всё, супер. Я просто думал, что, может быть, кто-то отстал. Так, я вижу тарантула. Ну чё, давайте попробуем с ним разобраться. Мистер тарантул. Здравствуйте. Муравьи в бой. Еее, вы посмотрите на это месиво. Блин, я тоже хочу его покоцать немножко, но я не знаю, как. Я не могу помочь. Так, один у меня солдат отъехал. Вижу. Но тарантул, кстати, ну, он ещё одного грохнет, скорее всего, да. Мне почему-то кажется, что он грохнет ещё одного. Он довольно живучий, да. У меня два солдата примерно умирают от тарантула. И в прошлый раз тоже два умерло. Убить или захватить? А у меня пока нет камеры рабов. Убиваем. Так, ну чё, это у нас с вами... Так, идите домой. Всё. Это у нас с вами получается источник новых ресурсов. Шикарно. Так, давайте тогда отправим сейчас. Я думаю, что зёрнышки нам... Нет, зёрнышки всё ещё нужны. Ну, давайте как-нибудь вот так вот сделаем. Семь, два... Давайте один зёрнышек отпустим и вот сюда отправим. Всё. И я сам немножко соберу. Сейчас мы себе сразу построим ещё камеру рабов. Шикарно. Так, могу ли я... Ага... 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 Всё. Тринадцать... Тринадцать солдат. И мы сейчас пойдём убивать кого-нибудь в ПВПшке. Надеюсь, у нас это с вами получится. Кстати, я тут ещё что-то выполнил. Блин, просто постоянно что-то выполняешь. Вот просто живёшь своей жизнью муравьиной и по ходу дела что-то ещё заодно делаешь. Какие-то квесты. Так, тридцать пять. Это очень хорошо. Это прям супер здорово. Так, всё, принёс им обратно муравьина. Ой, это паучиную часть тела. Ножку какую-то. И будем с вами сейчас заниматься важными делами военными. Там сейчас как раз побольше будет армия. Блин, меня это так сильно радует, если честно, то, что мы сейчас можем... Прям вообще вы посмотрите на эту банду. Просто молодцы. Просто красавчики. Так, мне нужно двадцать пять кусочков тела для того, чтобы построить камеру рабов. Но это всему своё время. Армия. Так, нет, это не армия. Это битва. И мне сказали, что с доктором Зене можно сразиться. Это типа как бот. Можно попробовать. Давайте попробуем. Так, всё. Моя армия тринадцать муравьёв готова. Погнали. Блин, я вообще ничего не знаю, что здесь надо делать, ребят. Как бы мне захватить? Во, 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 во. Пошла битва, пошла. Ой, блин, нифига месиво, жёстко. Ой. А я не знаю даже, кто побеждает. Вообще, ну, такое ощущение... Нет, по-моему, мои всё-таки. Мои, да, мои. Тащат, молодцы, чёрные, затащили. Ааа, меня убили. Меня убили. Я не заметил. Стоп, а... 71%. Так чё, а я проиграл, получается? Я нифига не понимаю. У него двадцать юнитов потеряно. Вы издеваетесь? Чё за бред? Как это мои... Блин, откуда... Как я должен накопить столько юнитов? Чё за стёп? И чё, у меня опять армия нулевая? Жееееееесть. Блин, я просто не понимаю, как это работает, лол. Сколько мне нужно создать просто своих бойцов для того, чтобы наконец-то уже хоть кого-то убить? Я даже бота не смог победить. Ну, блин, у него... Да у него двадцать солдат было. Капец, но мне нужно, видимо, реально ещё больше. Мне нужно просто тупо ещё больше. Оооо, май гад! Это очень тяжело, ребят. Ну, чё я могу сказать? Давайте отправляем одного, наверное, вот так. Вот так отправляем. Давайте, рабочие, работайте. Блин, сложно представить даже, чё я могу сейчас сделать. Ну, мне остаётся, наверное, только притащить ещё часть тела. Вон они как раз... А, ну они как раз втроём идут. Они сейчас это всё положат на обработочку, и я смогу создать камеру рабов. Ну, просто проблема в том, что колония долго будет прокачиваться, и... Блин, когда у меня будет хотя бы второго уровня солдаты, вот, то есть это через час, конечно же, будет, то я, наверное, думаю, что смогу размотать чувака. Но, блин, сейчас это просто капец тяжело, я не знаю как. Давай создаём ещё солдат, конечно же. Что ж ещё мне остаётся делать? Ой, блин, ну, конечно, бойцы меня не разочаровали, они затащили неплохо, но... Так, зачем мне это нужно? Давайте я лучше так сделаю. Но всё-таки очень обидно, что... Не хватило, очень обидно. Чё там вообще сейчас происходит? Они долго ещё, вот это, видимо, вот эта точечка, это они сейчас двигаются. Да, вот они тащат, как раз-таки, смотрите, тащат. Вот первый, и там вроде ещё должны... Нет, вроде бы больше нету. Рабочие ещё атакованы там, ну что такое? Ой, блин, ну я не могу их сейчас защитить. Они как будто чувствуют, когда у меня нет армии, и просто в этот момент нападают. Гады нехорошие какие, а? Так, ладно, 25, мы можем уже построить колонию, точнее, эту камеру рабов, вот она, да? Муравьи будут относить захваченных существ сюда, чтобы поработить их и заставить присоединиться к своей армии. Но это уже тоже будет в следующей серии, а как же? Потому что нам нужно ещё успеть это всё отстроить. Так, ну что, королева голодна, давайте я займусь её покормкой, потому что у нас сейчас ребята все заняты. Я не знаю, нам нужно намного больше, ребят, грибочков, намного больше листочков. Я думаю, что я подфармлю, и в следующей серии у нас с вами уже будет больше всего этого. Я, наверное, постараюсь сделать так, чтобы у нас с вами... Ну, не знаю, хотя бы наполовинку всё было забито, чтобы вот прям было прикольно. Так, и рабочие атакованы, ладно, всё, надо отзывать, ребят, надо отзывать. А, у меня и так ноль. Ну, просто мне нечем их защитить, поэтому я просто не вижу смысла как-то отправлять их туда, потому что сейчас я не смогу их просто никак защитить, просто абсолютно никак. Так, ладно, отправляем, точнее, кормим нашу королеву. Что нам остаётся? Мы всего лишь маленький раб, который ей помогает бросить. И давайте рабочих перенаправим, пускай тоже трудятся на благо нашего муравейника. Чё ещё? Блин, ещё надо покормить. Ну, видите, очень много рабочих умерло сейчас из-за нападения на зёрнышки. У нас, к сожалению, зёрнышек нигде рядом нету всё ещё. Улучшить камеру? Да не могу я сейчас улучшить, у меня не хватает ресурсов. Но мы сегодня очень много всего построили, на самом деле. Муравейник свой расширили, вообще нифиговенько так. Поэтому, в общем-то, ну как бы, в целом всё более-менее норм. Ну что, друзья, вот под закат, так сказать, я бросаю... Почему-то её не съела. Почему-то не съела. Так, ладно, рабочих перенаправим тоже. На закате я буду завершать видос, если вы хотите увидеть, как дальше будет развиваться наш муравейник. Ну, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ставить колокольчик и, конечно же, писать интересные комментарии. Можно даже с подсказками. Я всё прочитаю, и мы с вами уже дальше разберёмся, что будем делать. На сегодня, пожалуй, что всё. С вами был Ченаскин. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Продолжение следует...